Бисмиллах, альхамдиллах, ассалату ассаламу, арасулиллах. Что мы взяли на прошлом роте? Бисмиллах, айши, 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 айши. Айши, 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 айши. Шесть основ, что это? Кто вспомнит это? Первый по порядку шесть основ, которые говорили. Искренность, то есть единобожие противоречия ему являются к ширкам. То есть слушаться и подчиняться правителю. Противополучшего неподчинения правителю и выход против него. То есть третья основа, то есть это объединяться на Куране и Сунне, и противоречие ему является что? Разногласия, да? Оставление и собрание. Говорили также, что есть ученые Сунны и ученые заблуждения. Также говорили, что есть приближенные Рахмана, милостивые, приближенные Шайтана. Также говорили, что мы должны знать, брать знания из Хурана и Сунны. А противоречие этому является оставление получения знаний из Хурана и Сунны. То есть также мы говорили о том, что если в контекст Афурана и Сунны приходит какое-то число, то они бывают двух видов. Есть чисто, которым что-то можем давать, есть чисто, которым мы ничего же давать не будем. Сейчас мы поговорим поподробнее о первой основе. И первое, о чем мы говорили, это основа основ, это искренность, да? Ихлаз перед Аллахом и противоречие ему является Ширк, многобожий. И эта основа является основой призыва всех пророков и посланников, алейхимуссалам. И Аллах, Субхану Наталья, не принимает никаких дел, кроме как с этой основой. И это, говорит, является проблемой на сегодняшний день. То есть, какое бы ты делал, Аллах его не примет, до тех пор пока не будет в этого условия, этой хваз. То есть, поэтому надо уделить этому большое внимание. Поэтому, если кто-то говорит что-то, и не стремится этими своими словами, к лику Аллаха, эти слова не будут приняты в Аллах. То есть, как, например, имам выходит молиться с людьми, но в своем намерении он не намеревается этим самым приблизиться к Аллаху, а желает чуть похвалы людей. Все, его молитва не будет награда за этой молитвы, потому что нету Ихласа. Поэтому, когда ты молишься, то есть, ты, говорит, следишь за собой, чтобы не вышел воздух, да, чтобы не испортить? Почему? Потому что, если выйдет газ, то испортят твою молитву, он будет недействительной. А Ширк, говорит, опаснее, чем это. Потому что он, Ширк, делает нечетными все твои деяния. Поэтому это основа Ахли Сунна Аль-Дяма, это искренность, или Ихлас перед Аллахом, Суспонаталем. Поэтому мы должны изучать Таухид Единобожий. Должны уединять Аллаху, Суспонаталем, во всех трех видах Единобожий. Также мы должны изучать Ширк для того, чтобы не попасть в него. И также должны разделять, то есть, виды Ширка, большой Ширк и малый Ширк. То есть, поэтому, когда мы узнали эту основу и то, что противоречит, и какую мы пользу этого получили. То есть, ты узнал эту основу. Ты должен делать дела соответствующие с ней, призывать к ней. То есть, ты сейчас изучаешь Таухид. То есть, знаешь виды Таухида. И делаешь дела соответствующие с Единобожьей. Призываешь к Нему. Изучаешь многобожие. То есть, ты просишь Аллаху, Суспонаталем, чтобы Он удалил тебя от этого многобожия Ширка. И ты также изучаешь разновидности Ширка, большие и малые. Опасаешься от этого Ширка, этого многобожия. И также предостерегаешь других от этого Ширка. Если ты увидишь, что человек впал в многобожие, в большой или малый, что ты будешь делать? То есть, если мы увидим человека, который делает Ширка, как мы говорили уже раньше, мы не говорим о его положении. То есть, это остается на ученых. И ученые говорят о его положении. Мы же изучаем для того, чтобы призывать и обучать этому других. То есть, поэтому мы должны предостерегать людей от Ширка, будь это большой Ширк или малый Ширк. И это первая основа является самой важной основой из этих шестер. Поэтому никто в принципе не зайдет в рай, кроме искреннего человека, единобожника. Поэтому очень важным является, мои братья, изучать единобожие. Особенно, говорит, надо начинать с таких книг, как «Три основы». И это, говорит, первая основа, вкратце ее так разъяснили. Да, и вкратце ее так разъяснили. Да, и вкратце ее так разъяснили. Да.